Всем привет! Меня часто спрашивают в комментариях какой лучше маркер подобрать для того чтобы делать теги, какой маркер купить, какие маркера лучше и так далее и тому подобное. Чаще всего конечно спрашивают новички потому что не знают что себе купить когда только начинают рисовать приходишь в магазин там большое множество разнообразных там маркеров разных ярких цветов там с разными заправками сквизеры такие сякие глаза конечно разбегаются и в первое время хочется покупать все это маркетинг магазинам тоже нужно жить платить зарплаты все хотят есть но по факту 90 процентов этих маркеров это одно и то же либо просто как-то там по-другому наклейки какие-то наклеены маркера все то же самое поэтому сегодня поговорим о тех маркерах которые вот нравится лично мне так сказать пять позиций я два года назад делал видео топ 5 маркеров для меня сейчас вот за два года сделал кучу обзоров прошло много времени решил попробовать записать еще одно такое же видео на самом деле немного что изменилось так сказать в тех маркерах которые мне нравятся но сегодня поговорим еще раз понятное дело что все индивидуально кому-то подходит больше одни маркера кому-то другие и вам нужно будет самому самим что-то там покупать что-то пробовать и рано или поздно вы поймете какими маркерами вам больше всего нравится тегать я же покажу самые нормальные качественные маркера и кем не нравится а вы там уже делайте выводы все маркера я взял вот в этом мешок сложил так что в этом мешке все что нужно для того чтобы делать теги но понятное дело сразу хочу сказать что это все индивидуально и кому-то подходит больше одно кому-то другое кто-то любит там не знаю тегать быстро кто-то более медленно кто-то пишет только на холстах или каких-то спокойных условиях кто-то тегает на улице я показываю лично то что он нравится мне и что я использую в уличных в уличном так сказать тегинге но при этом это будет писать по любой поверхности хоть по холстам хоть почему еще на первом месте на первом месте в последнее время для меня пейнт маркеры у меня дома было с собой здесь 3-4 штуки маленький я купил здесь с собой брал уни пейнт уни пейнт на мой взгляд незаменимый маркер для любого человека кто любит делать теги вот особенно хромовый пx30 лучше хрома который тегит по всяким ржавым там металлическим поверхностям по всяким трубам и так далее не найти есть трех видов вам даже четырех начиная от более тонкого заканчивая чуть толще вот этим и есть еще большой но большие что-то в продаже как-то пропали может быть и перестали их выпускать потому что может редко брали честно говоря я видел большой такой в интернете но ни разу его так и не покупал вот эту не пейнт пx30 просто идеальный маркер для тегинга с очень хорошим хромом мой этот золото золото периодически попадается плохим там мы бывают меня там один из трех маркеров пишет просто какой-то коричневым растворителем как его не тряси не знаю может быть это уже от старости может и что-то еще с хромом такого не было никогда есть еще черный желтый синий там красный и зеленый там но есть разные цвета лучше всего хром золото и черные черные идеально подходит для каких-нибудь тегин тегинга тоже и для того чтобы на стикерах более крупных тегать поэтому вот пx30 наверное лучший маркер которым можно делать хромовые теги более тонкие пейнт маркеры масляные черные я использую для стикеров потому что он хорошо держится и прикольно тегит здесь в таиланде я заходил к одному местному художнику востребованному который когда-то рисовал граффити в последнее время рисуют только большие огромные холсты и вот он все холсты и мелкие детали рисовал тоже обычным вот таким пейнт маркером я конечно удивился но это не последний человек так сказать в местном искусстве современном поэтому даже художники используют пейнт маркеры хромовые есть разных видов там эдинги сакура пенталы и так далее и тому подобное вот этот именно сакура пишет чуть чуть хуже чем какие-нибудь обычные пейнты но в целом хром от какого-нибудь там эдинга или что нибудь еще пилотовский хром особенно очень хороший тоненький тоненький маркер по перилам там по ржавым трубам всяким так говорить просто идеально тихо 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 второе место последнее время время у меня по использованию по чистоте это solid маркеры я сюда их полюбил сильно прикольно потому что можно брать с собой куда хочешь они не протекут в кармане там не испачкают вещи там и когда я куда-нибудь хожу на выход например там не знаю девчонка в кино или куда-нибудь и надо одевать чистые вещи которые у меня еще остались да на удивление я всегда беру с собой solid потому что знаю что он ничего особо не испачкает солидов вообще огромное множество последнее время это востребованный так сказать наверно модный маркер поэтому все постоянно покупают солиды я взял что у меня было с собой несколько видов чтобы показать начинается все с простых конечно солидов это сакура самый известный и самый дешевый и эдинг эдинги в строительных магазах обычно стоит дорого это используют на всяких стройках потому что они пишут по любой поверхности по грязи не по грязи там без разницы и там чтобы делать какую-то разметку рабочие начали использовать вот такие вот солид маркеры из какой-то там мастики честно говоря не особо разбираюсь в составе после же всякие граффити фирмы уже сделал начали делать маркера именно для тегов используя вот такие вот обычные строительные помадки сакура кстати вот один к сакура вообще идентичны одинаково возможно что например эдинг покупает сакуру и клеит свои наклейки просто из сакуры чаще всего делают уже все остальные фирмы свои маркера вот хенд миксит например здесь сакура на сайте что-то подобие там алибо были алиэкспресса стоит всего там 200 250 рублей тот же самый хенд миксит у нас стоит полторы тысячи это там в шесть в пять в семь раз дороже такие фирмы как хенд миксит делают просто вручную сами нарезают разные цвета и делают вот такие вот нарезки из цвета а вы уже платите за их работу и за то чтобы делать цветные теги можете сделать конечно это сами я не раз там своих видео тоже показывал пробовал сам нарезать маркера можно там использовать какую-нибудь струну в трубе чтобы легче их резать там либо просто обычное лезвие намного чистее лучше самому не резать то будет крошиться ломаться и нужно быть усидчивым и аккуратным чтобы хорошо все сделать здесь вы конечно платите за работу платить немало ну наверное большая часть идет за бренд но в целом последнее время мне очень нравится делать цветные теги от обычных тегов сразу же как бы устаешь хочется чего-то яркого цветного и вот цветные соли да это прям прикольное решение они учатся в хенд миксит последнее время делают разные коллабы чтобы привлекать свое внимание внимание к себе там поддерживать продажи я так думаю может быть просто им интересно делать разными художниками вот это с рафаэль сликсом и цвета которые как я понимаю он выбирал обзор на них я сейчас эти снимаю поэтому будет все обзоры что я снимал уже на маркера который сейчас показываю я прикреплю в описании чтобы вы там могли посмотреть потом вот такой вот хенд миксит тоже розово-бело-черный этот хенд миксит с окул на днях делал обзор с ним вы можете посмотреть тут желто-синий красный прикольно делать яркие цветные теги как уже какое-то такое типа больше арт какой-то получается каждый этажок по мне так круто ну конечно очень дорого также есть солид маркеры маркал от прямо то же самое что маркал я думаю в одном месте покупают либо у маркала либо у кого-то еще и клеит просто свои наклейки абсолютно одинаковые маркера на черный вот маркал я уже обзор делал на прямо скоро выпущу по факту то же самое но немного отличается от эдингов и сакур размером чуть-чуть подлиннее они и немного составом отличаются не крошится как вот какие-нибудь такие солид маркеры пишут прикольно но по стеклам там немного как-то так все солиды в принципе по стеклам средне пишут вот такой вот еще маркал есть еще не снимал обзор мне кажется то же самое что что и обычный только немного другая крышка здесь есть крючок чтобы можно было там не знаю настройки за рубашку кархат зацепил в кармане и пошел там работать что-нибудь размечать это рушоп знакомый из испании делает вот такие вот обычно цветные здесь просто оранжевый тоже нормальные солиды но пишут не по всем поверхностям нормально а так в целом прикольный размер тоже удобно тегать интересно как детские мелки выглядят и самые простые строительные карандаши тоже ксоль солиды вот такие вот маркалы здесь это самый дешевый здесь просто картон завернут solid его отрываешь и тегаешь поэтому дешевле тут нет ни пластика ни за что переплачивать не надо хенд микс и точно такой же как маркал просто в своей этикетке которая даже по моему поверх просто наклеена и за то что они нарезали цвета платья там в три раза дороже как обычно все на третьем месте вот такие вот маркера от молотова помповые обычные самый стандартный маркер который многие всегда есть многие кто использовал я думаю представление не нуждается и все кто делает теги там хотя бы там пару лет или там 10 20 знают что это за маркер бывает двух видов один побольше один поменьше кому как удобней меня не чуть подлиннее потому что я поставил проставочные кольца чтобы легче было заправлять потому что много тега и часто заправляю на проставочные кольца я уже не раз тоже показывал своих видосах поэтому что это можно не объяснять я думаю на них стоят всегда обычные перья я ставлю т-образные чтобы теги получались более толстыми и сочными кому-то нравится более длинный кому-то удобнее тегать коротким я чаще использую короткий мне удобнее для руки тегать ну там если собираешь собираетесь много прямо сделать тегов там за ночь там или за вечер можно конечно брать по длине кому что нравится кому как удобнее этот маркер всегда в топ 5 ходят один из лучших наверно маркеров в помповых молотова вообще хороший пластик это не не реклама ничего просто у них есть свой завод по производству маркеров и пластика как я слышал многие остальные маркера просто используют китайские болванки покупает на каком не взяли алиэкспресс и либо там опытом на заводах поэтому не чаще текут чем молотов не знаю конечно как сейчас делают помповые маркера молот может они уже стали похуже но всегда были крутыми маркерами на четвертом месте у меня сейчас найдем свои чудо шкатулки сквизеры лучший сквизер который мне больше всего нравится это кринка 60 уже не раз говорил просто кусок качественного пластика и перо ничего лишнего перо если порвалось недорого дешево можно легко поменять его на новое и тегать дальше только заправляю чернилами и все и коди теги кринка 60 хоть и дорогой но хороший маркер можно купить если его легче потерять чем испортить только перья повторю меняйте и все и можете тегать хоть 10 хоть 20 лет в обзорах я последнее время часто использую дрипстики молотов они чуть потолще мне это нравится что более толстые и насыщенные теги и его легче заправлять как бы если к 60 там более узкая горлышко то в обзорах я бы все чернила наверно уже перелил куда-нибудь по краям поэтому вот беру с горлышком побольше он конечно и дешевле там раз в пять поэтому для обзоров мне идеально подходит просто тоже пластик и перо больше ничего лишнего из сквизеров вот эти два использую чаще всего ну и на пятом месте на пятом месте у меня сейчас найду обычный корректор там офисный школьный просто корректор многие относятся к нему не серьезно думаю что корректор легко стирается но на самом деле теги корректора делать прикольно он хорошо пишет и они на самом деле не стираются ни от дождя там ни от снега ни от чего там я на люках тега и там теги погоду по два висят с ними ничего не происходит там хоть по ним все и ходят последнее время стали в граффити тоже магазинах продавать всякие корректоры из серии которые просто так сказать кастомизировали налив туда своих чернил но это сделать очень легко просто можно открыть любой корректор добавить для колера либо свои чернила и вот вам цветной корректор не обязательно покупать в магазине его намного дороже дешевле будет купить там просто корректоров которые вам подходят и самому заколеровать ту краску что внутри и делать цветные теги я уж тоже использовал там и черные и хромовые и цветные всякие корректоры своих видосов просто заливаю туда разные чернила там это экшеловский корректор который они в наборах стикером делают ну прикольный маленький размер мягкий корпус тоже тегать но вот эти у меня лежали я берег пару лет эти стикеры для какого-нибудь трипа и они просто засохли и уже не пишут а так корректор большое множество какие-то пишут похуже какие-то получше самый нормальный наверное это эрик краус с полярным медведем красный этот пишет шире всего и как бы ну такой самый прикольный поэтому на пятом месте корректор последнее время много путешествую езжу в такие города где теги особо не баффет и куски если как бы дома когда я тегу я не особо обращаю внимание на то как баффет за чернила потому что если что-то нельзя стереть но хозяину не не нравится там что вы потегали то это все равно закрасят поэтому смысла покупать какие-то супер чернила которые там хуже стираются я не вижу в путешествиях же я наоборот начал чаще следить за тем чтобы чернила были подороже и которые там не выгорают на солнце потому что последние трипы были в страны где нет баффа там по 10 по 20 лет и хотелось бы чтоб теги висели подольше и там другие там граффити художники приезжающие в эти же страны и города видели мои теги поэтому я выбираю получше чернила и последнее время стал использовать кислоту для стекол там кислоту для металла там стелс потому что он тяжело стирается вообще не особо люблю кислоту по стеклам потому что они везде смотрится уместно и теги смотрится больше как грязь но путешествие с собой беру чтобы хотя бы несколько тегов оставалось там чуть ли не навсегда в этих городах которых был поэтому вот такой вот список не обязательно скупать все в магазине вот этих маркеров хватит за глаза и за уши чтобы делать нормальные теги начните с них научитесь тегать и все и все остальные маркера как бы а там уже поймете что больше подходит вам что для вас лучше эти вот маркера исходя из опыта там не знаю стольких лет что я тегаю мне как мне кажется самыми оптимальными и самыми хорошими а так конечно у каждого свои вкусы пишите в комментах кому какие маркера нравится больше всего всем спасибо там за поддержку за лайки за комментарии ценю ваш упор так что всем йоу до новых обзоров бомба так операция спасения упавшего маркера надеюсь тут никто меня не съест из этих штуковин ничего большой краб что вы будете тегись